Более того, воздействует кофеин и на тонус сосудов. Некоторые сосуды расширяются, например, сосуды сердца, мышц или почек, то есть они расслабляются, оказывая тем самым релаксирующий эффект. С другой стороны, кофеин провоцирует выброс в кровь адреналина, а это способствует сужению сосудов и повышению давления. Таким образом, при поступлении в кровь кофеина, происходит своего рода зарядка, когда сосуды то сжимаются, то расслабляются. Это особенно опасно при наличии сосудитых и сердечных заболеваний. Но эксперты из Великобритании так не считают. В ходе конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере некоторое время назад, группа ученых из Лондонского университета Королевы Марии выступила с докладом. Сегласно их сообщению, в ходе масштабного исследования выяснилось, что участники эксперимента, которые выпивали до 25 чашек кофе в день, не имели никаких отклонений в состоянии здоровья в сравнении с теми, кто этого не делал. Ученые набрали 8412 человек из разных частей Великобритании и разделили их на третьи группы. Все участники последнего исследования были подвергнуты магнитно-резонансной томографии, МРТ, сердце и сосудов. В исследовании принимались во внимание также такие факторы, как возраст, вес и то, курит человек или нет. В результате исследователи обнаружили, что даже те, кто выпивал до 25 чашек кофе в день, не имели качественных признаков поражения сердечно-сосудистой системы в сравнении с людьми из первой группы, которые практически не употребляли кофе. Мы не смогли выявить причинно-следственную связь между поражением сердца и сосудов и употреблением кофе. Конечно, нельзя исключать пагубное воздействие огромных доз кофеина на организм, но все же нам кажется, что информация об этом сильно преувеличена. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.